Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Подготовка включает в себя не только теорию, тот же мемориальный шаг, который вы можете видеть, когда ребята заступают на вахту и сами несут эту вахту. Это, конечно, очень тяжело и физически, и морально. И не каждый это может выдержать. Так что здесь, считайте, это самые достойные. Посмотрите, как стоят. Стронки. В 2007 году наш мемориальный отряд был награжден почетной грамотой как лучший мемориальный отряд города по итогам 2007 года. Что говорит о соревновании между школами. Я пришла, честно сказать, на них посмотреть, за них поболеть, ну и, конечно, гордиться. В зависимости от погоды дети несут вахту около 15 минут в течение 2-3 часов. Здесь нет места усталости и жалобам, ведь это всего лишь малая часть того, что мы можем сделать во имя победы. По посту вечного огня запрещено часовому и подчаску, то есть часовые это юноши, подчаски девушки, разговаривать, кроме отдельных случаев, смеяться, улыбаться, отвлекаться, принимать или передавать какие-то предметы от посетителей на площади Победы. Они стоят по краям красного гранита, в центре которого горит вечный огонь. Они его символически охраняют. Если взять распорядок дня, распорядок дня по времени, они знают, что должны успевать все делать, допустим, прибыли. Переодеться там в караульную форму одежды. Определенное время отводится, 20 минут. Никаких поблажек и льгот занесения службы старшеклассники не получают. Их приводит сюда искреннее желание и понимание священного долга. Очень важно для меня, потому что у меня в семье очень много было военных, ну и сейчас тоже есть. И также почти все мужчины из моей семьи участвовали в каких-то сравнениях, войнах. Я не думал, что будет так сложно готовиться. Вот, когда я пришел сюда, здесь очень строгая дисциплина, почти как в армии. Я стараюсь проявлять себя с лучшей стороны. Для меня всегда казалась эта тематика патриотизма очень близкой. И поэтому, как только сказали, что есть возможность, я сразу спросила родителей, когда они дали согласие. Я пришла сюда, поскольку мне это было очень интересно. И я чувствую, что что-то меня тянет к этому. Так как мои предки участвовали в множестве войн и служили в армии, и для меня очень важно отдать им честь за то, что они погибли, чтобы жили мы. Хотя слова здесь излишние, и ребята молча благодарят павших, и только после, в книге отзывов, пишут о том, что за такой короткий промежуток времени стали мудрее и старше. От потомков благодарных дар примите, пост номер один у вечного огня. Голуби, взмывайте над столицей, детство, жизнь и мир храня. Алена Чернявская, Александр Бутрим. Утро.